13 января пройдет армфайт Лас-Риас, среди четырех пар, которые там заявлены, будет поединок Арсена Лилиева с Ричардом Лубкасом. Ты видел, как борется Лубкас, был со мной на одной классе в 2011 году, видел, как он боролся достаточно на равных, можно сказать, с Денисом Цыпленковым. Что ты можешь сказать по поводу предстоящего поединка Лубкаса с Арсеном Лилиевым? Это будет твое мнение. Во-первых, это будет очень интересная борьба. Почему? Потому что Арсен, как спортсмен, весит, допустим, около 95 килограмм, в общем, когда он в форме весит около 95. Ричард Лубкас здесь около 140, даже, может, здесь 150, потому что он очень высокий. У Арсена парадокс, рука маленькая, очень маленькая. И у Ричарда Лубкаса, но я особо не видел еще больше руки в мире, и в арвестинге, чем у Ричарда Лубкаса. Ну почему? А Дениса Цыпленкова? Денис имеет толстую руку, только толстую, мясную руку. Ричард Лубкас имеет просто лапу, лопату просто, лопату огромную. То есть, если он захватит Арсена, он ему просто целую руку может обнять и взять просто как ребенка. Серьезно. Я просто знаю, я держу руку с Ричарда Лубкаса. Я могу это сказать, если просто могу сказать, что это будет очень интересная борьба. Ричард Лубкас технический спортсмен медленный, наоборот, Арсен быстрый. Лубкас борется больше всего с бицепсом, иногда крюком, иногда верхом. Арсен практически тоже бицепсом верхом. То есть, не скажу, кто выиграет или кто проиграет. Я буду, конечно, более за Арсена. Почему? Потому что это наш европейский спортсмен, тем более молодой. Ну, а самый результат, ну, посмотрим. Я думаю, сейчас шансы 50 на 50. Это будет просто интересная борьба и для зрителей. А что нужно будет сделать Арсену, чтобы победить, скажем так, Лубкаса? Чтобы победить, ну, конечно, подготовиться в такую форму, в какую она еще, наверное, в жизни не была. Потому что, как я говорю, говорю... То есть, скажем так, набрать вес, понятное дело, ему нужно обязательно подобрать. Набрать вес, можно чуть-чуть только добавить. Много веса не надо. У Арсена силы, как силы хватает. Только самое главное, чтобы его сила, просто, его техника, ему было удобно. То есть, чтобы он просто, он мог подключить свою технику, да, чтобы он мог просто подключить свой самый сильный... Навязать свою технику. Да, да, навязать свою технику просто... А скажем так, с чем Ричард Лубкас может себе не дать, ну, не дать себе рады на этом соревновании, на этом поединке? Да, я думаю, что скорость у него будет такая самая, просто такая вещь, на которой можно проиграть, да. Ну, думаю, и выносливать тоже. Может не успеть, да, может заспать старт, может расстроиться, может, даже у него силы не хватает, да. Потому что Арсен и Ричард, я думаю, что на уровне силы одинаковы, да. Разница в том, что Лубкас весит 140, а Арсен 95. Даже 145 и 95, это большая разница. Даже, говорим, 50 килограмм, это уже много, да. Опыта у Ричарда тоже очень много, все-таки это... Опыта у него много, но он не такой технический спортсмен. Он знает, он понимает, как бороться, только он всегда борется одной, той же самой техникой. Просто взять, просто статический бицепс и тянуть, тянуть, тянуть до победы, да. Ну, я как видел назад на Арнольд Классик 2011, там Денис даже не мог ему просто... Денис имеет просто серьезный, сильный кисть, сильный бицепс, но он его раскрыть не мог просто, не мог. Почему? Потому что у Ричарда такая лапа огромная, что он ему не дал просто в свой ставится, да, в свой. Дергался только бицепсом, а не бицепсом. Ну, посмотрим. Я думаю, для зрителя это будет, конечно, это самое, хорошая, просто борьба будет супер. А какой счет предвидишь из шести поединков, например? Шести поединков? Я бы сказал, ну, 4-2 для Арсена. Первые два поединка, кто бы выиграл, твое мнение? Я думаю, что Арсен первый может выиграть. Первый поединка может выиграть, может там что-то потом замутить, попробовать какую-то другую технику. Ну, это я так думаю, да, это я так думаю. В общем, буду болеть, конечно, за Арсена.